Праздник Крещения Господня Скажите, пожалуйста, вы окунаться будете? Да, конечно Что для вас этот праздник? Это дает бодрости на весь год Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? С Бреста Вы в гости, наверное, приехали? Нет, я приехал с супругой и с ребенком Мы заехали в монастырь Побыли на службе, вот сейчас искупаемся В купели и поедем домой Скажите, вы впервые окунаетесь здесь В Жировичах? Нет, в детстве маленьким еще был Где-то, может, в одиннадцатом, десятом классе А вот здесь? А вот сейчас решили тоже приехать То есть это целенаправленная поездка? Да, да Ну, у меня товарищ еще просто тоже Не ходит инвалид, мы его привозили И заодно и сами Покупаемся Скажите, пожалуйста, на праздник Примещения Великий Вы сюда приезжаете впервые? Нет Вы каждый год здесь окунаетесь? Нет, ну второй или третий раз я уже не помню Ну, окунаюсь в первый раз Скажите, что подвигло вас именно сегодня В такой холодный день Приехать сюда и именно окунуться? Наверное, разом Уже взрослеем и хочется чуть-чуть поближе На церкви могут Скажите, пожалуйста, вы впервые на крещение приезжаете сюда В Жировичах купель окунуться? Нет, не впервые Скажите Ну, в прошлом году приезжали мы сюда Окунаться До этого мы другие источники посещали В принципе, там Николай Чудотворного в Логойске В России Дивеева В принципе, это, можно сказать, какая-то традиция у нас уже Слово в нашей жизни Минск И сюда специально приехали? Да, мы сюда специально приехали целым коллективом На праздник Накануне праздника вода освещалась в храмах В самый же праздник богоявления В реках и других местах, где берут воду Слово «крещаю», «крещу» В переводе с греческого означает «погружаю в воду» Нельзя понять смысла и важности крещения Не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете Вода – начало жизни И вот в этот день церковь, воспоминая события крещения Господнего Совершает после Божественной Литургии Великое освящение воды Тем самым она показывает, что освящается все водное естество О том, что Бог, Он пребывает везде В каждой части, в каждом даже самом маленьком уголке Господь везде И Он нас к этому призывает И это день, когда мы призваны не только приходить в храм Не только брать святую воду Мы должны в первую очередь научиться правильно понимать и относиться С уважением по отношению друг к другу И самое главное Ту святыню, которую мы берем Мы должны брать всегда с великим благовением Чтобы нас не постигла та же участь, которая в свое время постигла Одного из апостолов – Иуду Обред крещения пришел в христианство из древних культов Водное омовение стало обрядом очищения человека от скверны В праздничный день происходило освящение воды в храмах и в проруби Служился торжественный молебен После чего верующие омывались святой водой, обладающей чудодейственной силой Благодать Отличные ощущения Не страшные, не холодные И заходишь в воду – вообще не страшно Я вообще никогда не куплалась Для меня это, я считаю, освобождение от каких-то грехов Ну, в общем, много я читала об этом Что некоторые люди буквально становилось плохо И в некоторых писаниях написано, что когда становится плохо То, значит, человек очистился от всех грехов Вот, и я считаю, что для меня все-таки надо попробовать Может быть, каждый год ешь в 10 лет Эта вода называется Великой Святыней, которую принимают во времени домогания Ею также окропляют храм, людей и все, что относится к земному бытию человека Дома и хозяйственные постройки Не только для исцеления нашей души, но и для исцеления нашего тела Поэтому я от всего сердца всех вас поздравляю с праздником Святого Крещения Господнего Желаю здравия, желаю мира вашим семьям и всех вам благ Божьих